Всем привет, мои хорошие. Салам алейкум. Очень, по-моему, соскучилась. Меня не было аж два месяца. Я никогда на такой огромный срок не пропадала. Новостей много-много где была. Была в Якутске, в Москве. И это, наверное, уже 101-я попытка, чтобы снять для вас влог. Девочки, я пыталась начинать снимать, и когда была в других городах, и когда была просто в Махачкале. Ну, вы знаете, просто не шло. Когда душа не лежит, я себя не заставляю. Я себя не насилую. Вот не хочу я, я этого не делаю. Я не делаю этого не ради денег, чтобы получать там с Ютуба, да. Потому что там вообще копейки сейчас платят, и бессмысленно вот ради этого стараться, если ты прям каждый день не снимаешь. Поэтому, как бы, если желание есть, я делаю. Желание нет, я не делаю. Ну, и пропала я не потому, что я вышла замуж. Замуж я не вышла, к сожалению или к счастью. Я говорила вам уже много раз, что замуж я не тороплюсь. Там ближайшие несколько лет, возможно, точно. Поэтому можете даже в эту сторону и не думать. Сейчас я собираюсь по делам. Я уже оделась. Решила с вами из дома поздороваться, потому что на улице очень сильный ветер. Прям очень сильный. Я не знаю, получится у меня что-то на улице поснимать для вас или нет. Будет видно. Но сейчас я отвожу Мадинку на занятия и еду по делам. И уже буду делиться по ходу дела новостями. Очень хочется, очень надеюсь, что наконец-то этот влог я досниму и вам выложу. Прям сегодня. Прям моя мечта уже, наконец-то, что-то для вас выложить. Потому что меня просто везде девчонки замучили в WhatsApp. Везде мне, везде, где только я есть, везде мне пишут, куда ты пропала, что с тобой случилось. Я говорю, девки, все хорошо. Я просто все хорошо. Просто я вообще стала какой-то лентяйкой. И вот. И что в это вышло? Аж 60 дней меня не было на канале. Ладно, пошла я Мадинку одевать и... Самой главной девочке документы сегодня сделала. Очень многое стояло в очереди. Но он, наконец-то, забрал вот это свидетельство о расторжении брака. И когда сюда ехала, хочу сказать, что я попала в аварию вместе с таксистом. Потом, наверное, расскажу попозже. Сейчас я тоже такси жду. Доростериком и надо. Короче, история такая. Сейчас заказала такси. Мы выезжали с водителем с моего двора. И он врезался, короче, в машину. Он ее не увидел. Врезался в машину, которая проезжала вот буквально вот-вот, да, с левой стороны. Я ударилась, короче, щекой. Ну, так достаточно хорошо. Хорошо ни синяка, ничего нету. Таких особо болей обошлось. Не сильно ударилась. Поэтому вот сейчас забрала свидетельство. Еду в ростелефон. Нужно мне расторгнуть с ними договор, потому что они записывают мне вот эти все долги по прошлой квартире, потому что там договор я еще не расторгла. И из-за этого они мне каждый месяц предписывают, как будто бы я этим интернетом пользуюсь. Хотя я им звонила, просила вот эти все дела приостановить. Но они все равно не прекращают мне долги делать. Просто очень интересный день у меня сегодня. Это, кстати, оба площади Ленина еду. Красиво, да? Чисто, аккуратно. Потому что здесь постоянно полицейские охраняют. Как бы такая зона. Иду до ростелекома, и таксист не мог найти, как подъехать туда, потому что здесь видишь лакваумы. Я говорю, что меня сегодня везет на таксистов. Найти не могут. То не туда подъезжают, то врезаются, то в аварии попадают. Круто, что сказать еще. И, кстати, ветер тоже утих немножко. Фу, блин, я так бегу. Аж запахалась. А небо какое красивое, розовое такое. Красота. Сейчас бы вот так просто кофе взять ходить гулять. Что вы думаете, получилось ли у меня сходить в ростелеком? Нет, конечно же. Я же говорю, просто сегодня... Так нельзя, конечно, говорить, да? Что сегодня невероятно мой день, когда идет все как по маслу. Ни черта подобного. Просто ростелеком работает до четырех, во-первых. Во-вторых, я приехала вообще не в тот ростелеком. Это типа больше как офис, оказывается. Нужно было в другой тащиться, но он тоже сегодня до четырех. Поэтому ехать мне уже селеком только в понедельник. А сейчас я вот сижу на поселевлении. Сижу, дышу свежим воздухом. Думаю, пойти взять кофе, что ли? Попить кофе немножко. И, наверное, поеду домой. Еще нужно было бы сегодня Мадину подстричь. Давайте сейчас по-быстрому расскажу одну историю. Для чего я ездила в Москву? Я приехала с Москвы позавчера сюда, обратно в Махачкалу. Ездила для того, чтобы сделать карту зарплатную, чтобы получать зарплату с YouTube, чтобы я могла ее выводить. Насколько мы все знаем, сейчас санкции. Все банки российские они не принимают. Раньше я получала на Сбербанк зарплату. Сейчас либо на Тинькофф, либо на Рейфайзенбанк. Но на Тинькофф у них комиссия там 250 долларов. Например, ты 300 долларов зарплату получаешь. 200 долларов они комиссию забирают за перевод, а 100 долларов только тебе зачисляют. А в Рейфайзенбанке у них комиссия всего лишь там рублей 500 примерно, где-то 8 долларов. Это очень мало по сравнению с Тинькоффом. И у них официально как бы валютные переводы вот в Америке там или откуда они там отправляют, я не знаю. И вот для этого я поехала в Москву, сделала карточку, потому что в Якутске не было этого банка, в Махачкале этого банка нету тоже. Пришлось ехать в Москву. И, конечно же, в Москве я ничего не снимала. И в Москве, кстати, сейчас была Эльмира с Хабибом. Они делали операцию. Здесь я вставлю картинку его диагноза, девочки. И обязательно ссылку оставлю в Телеграм. Там, блин, ссылку оставлю на сайт со сбором. Потому что вот с этим диагнозом, который у него, ему надо было ставить стальновые пластины там в голову. Вот этот фонд, который собирает деньги на операцию, нужно 485 тысяч, по-моему. И вот этот фонд, они сотрудничают с больницей, в которой оперировали сейчас Хабиба. Получается, они прооперировали в долг. Поэтому сбор все равно как бы сейчас еще идет, чтобы оплатить больницу вот эти титановые пластины, которые мы вставили. И вот я поехала в Москву, сделала карточку. Все два дня, что я была в Москве, я, конечно же, приходила к Эльмире. Кто там покушать ей принесла, кто там футболку привезла, кто еще что-то. Ну, в общем, вот так просто, знаете, какая-то моральная просто хотя бы какая-то поддержка, что кто-то весь рядом, кто-то ее любит, кто-то помнит и заботится о ней. Вот. Так что, девочки, имейте в виду, что если хотите помочь, можете в описании под видео зайти, перейти по ссылке, найти там Саидов Мухаммад Хабиб. Я постараюсь сразу ссылку направить, конечно же, на его анкету. И там можете через вот этот сайт перевести какую-то сумму, которую вы хотите. Девочки, даже 50 рублей, 100 рублей в данном случае, да, могут очень сильно помочь. Потому что если бы каждый по 50 рублей скинулся, можно было бы достаточно быстро вот эту сумму всю погасить. После операции тоже там Хабиб очень тяжело отходил. Три дня от наркоза. Сейчас он тоже очень ялый. Ну, в общем, вот так, девочки. Всегда тяжело. Ну, тем более, операция тоже длилась там, по-моему, часов шесть. У меня уже темнеет, и свет такой тусклый. Я, наверное, уже домой, когда приеду, снова включусь и буду рассказывать, что я делала в Якутске. А сейчас я пойду, подумаю. Если возьму кофе, где-то буду сидеть, то включусь тоже. Зашла я все-таки в Жасмин, потому что до того, как Мадину забрать час остался, смысла сейчас нету до дома ехать. Поэтому сейчас заказала кофе себе, салат. Сижу, жду. У них здесь на потолке такие интересные эти тарелки сделали они. Классно смотрится. Девочки принесли мне мыть Сезарь. Какой он аппетитный. Мой кофе. Буду ее кушать. Приятного мне аппетита. Потом пойду за Мадинкой и в парикмахерскую нужно ее подстригать. Доброе утро, девочки. Вчера не повела Мадинку подстригаться. Решила сегодня. Вроде время 10 часов, там свет горит. Но дверь еще закрыта. Наверное, парикмахер не пришел. Мадина, конечно, хочет вообще, как у меня. Каре прям по плечи. Я говорю, давай хотя бы, ну, чуть-чуть подлиньше. Очень жалко. Такие волосы длинные. Мадин, не дергай, пожалуйста. Сейчас они откроют. На улице ветра тоже почти нет. Погода хорошая. Сегодня можно было с детьми выйти погулять. Такие волосы длинные были. Отсмотрение в последний раз. Да. Все. Хочешь. Мамадина, тебе очень хорошо. Прям такая взрослая стала. Да. Тебе нравится? И так такая. Тебе нравится? Замерла. Везде эмоциональный человек. Тесняется. Тесняется. Ну что, Мадина, ты хоть немножко довольна? Да. Да? А то сидела в парикмахерских такая прям вся серьезная. А то скажет, что я тебя заставила подстригаться. Ты хотела так? Да. Такую длину хотела? Рада? Ты хорошо? Ну все, мы идем в фикс прайс. Потому что сам я разбила просто все кружки, которые были в доме. Просто берет их и специально со стола скидывает на пол выпусти. И у нас ни одной кружки не осталось. И вот я думаю, надо идти. Фикс прайс я там по мелочи тоже домой надо купить. Что закончилось из бытового. Шли. Было очень много пакетов. Я вообще ничего не снимала. Взяла детям сок. Вот такой чай. Я очень, кстати, люблю в фикс прайсе. Постоянно его беру. Когда туда захожу. Детям взяла вот эту ерунду. Плафетки, ватные палочки. Вот эти тряпочки тоже мне нравятся. Паретная бумага. И вот такие взяла. Три кружки. Здесь разные надписи. Это были самые нормальные из фикс прайс. И вот такой сок. Так, еще сейчас продукты взяли. Зашла еще в исламский магазин. Взяла вот такое лекарство. Алирахик. Мы чуть другой алирахик давали. Он был слишком такой имбирный. И там много перца. А вот этот он прям прозрачный. Я только что детям открыла. Дала. Только выздоравливает. Потом Мадина идет на занятия. Опять начинает кашлять. Я не знаю. Может туда больных детей водят. И взяла еще беру дуал. Буду совмещать. Ингаляцию немножко поделала. Потому что я уже не знаю. Хочу, чтобы за эти два хоть два дня хоть немножко перестала кашлять. Молоко и хлеба тоже набрала. Хлеб у нас дети очень много едят. И со сметаной, и с маслом. Просто так бегают, грызут. И, конечно, здесь немного бананы, картошка и яблоки. Очень много яблок. Потому что тоже яблоко едят как не в себя просто. И, наконец-то, пришло время любимого Василька. Девочки, он у меня уже два месяца лежит. Я никак не могу начать снимать влог. Поэтому у меня и заказ тоже залежался. Заказывала самике вот такую вот пижаму на рост 92. Ей уже в самый раз. Ну, девочка, не худенькая, не маленькая. А вот эти пижамы я беру, кстати, не первый раз уже. По качеству мне очень нравятся. В них ей ночью не очень жарко. В принципе, вообще не жарко и не холодно. Хорошие пижамки. Потом вот такие вот штанишки взяла на три года самике. Они, конечно, ей сейчас немножко длинные. Но, по сути, в ширину они хорошо. И у Мадины точно такие же. Точно такие же. Она мне ходит на занятия. Уже 150 раз стирали. Да, 150 раз стирали. И у нее все нормально. Из Мадинки заказала вот такие вот футболки. И дома носит, какие-то на занятия носит. Ой, что так отсвечивает? Вот такое взяла. Беру на 7 лет, девочки. Потому что на 6 лет ей прям вообще в обтяг. Хотя человеку 5 лет. Такое взяла. Такое вот. Вот стопроцентный хлопок. Вот такую вот решила попробовать. Не знаю, как приживется, не приживется. Хочу черные легенцы ей заказать. И вот такую вот. Так. Самике вот такую футболку. И такую. И Мадине тоже точно такую же заказывала. Просто она сейчас у нас стирки лежит. Не могу показать. Ну, идентичная. Прям одинаковая. И такой вот классный черный спортивный костюм. Сами, повернись. Как тебе хорошо. Палец вытащи из носа. Такой сладенький. Как тебе идет. Ну, покрутись. Покрутись. Ой, жопка, жопка. Ну, все. Молодец. Все. Ты отработала свое. Ну, прям очень красивый. И достаточно качественный. Ну, что. Можно наконец-то поближе с вами пообщаться. И закончить уже это видео, наверное. Потому что ничего такого еще не планируется пока на сегодня. Думаю, обрадую вас сегодня видео. Так вот. Хотела рассказать вам напоследок, для чего я ездила вообще в Якутск. В Якутск я ездила еще месяц назад. Ездила для того, чтобы оформить квартиру в собственность. В собственность квартиру у меня оформить так и не получилось. Потому что там были кое-какие проблемы с энергосбытом. Им надо было прийти проверить счетчики, чтобы дать вот эту справку, что у меня задолженности нет. А прийти они могли посмотреть только там в те числа, когда я уже должна была улететь, да. Ну, там слишком долго надо было их ждать. Это недели, наверное, две, да. Для этой проверки. И я оформила на тетю генеральную доверенность. Получается, что вот на днях она пошла, собрала все справки. И у этого же энергосбыт, у всех справки взяла. Потом пошла к участковому. И что думаете? Участковый сказал, что должна лично я прийти и лично мне в руки должен он вручить вот эту справку о том, что вот подпишу, как вот эта справка называется. Честно сказать, я не помню уже. И вот эту справку он типа только лично мне в руки может дать, да. Вот вы понимаете саму суть, что с генеральной доверенностью моя тетя может даже мою квартиру продать. Она может распоряжаться деньгами, она может ее сдавать, она может ее продать. Но у этого царя просто, да, он, я не знаю, что это за такой великий царь, который не может справку дать, да, по генеральной доверенности. Вот лично мне в руки. И дозвониться же до него я тоже никак не могу, потому что у него телефон, который мне дали, постоянно выключен. Дозвониться как-то до него еще я тоже не знаю как, чтобы объяснить ситуацию, да. Тетя сказала, что как бы я присматриваю за какой-то там старой бабушкой. Я не могу как бы приехать в Якутск. И вот ради вот этой справки, да, мне сейчас как бы тратить 40 тысяч, чтобы просто получить вот эту справку. Если он эту справку не даст, я не смогу просто квартиру в собственности формить без этой справки просто никак. И вот сейчас у меня на этом вопрос встал. И у меня большая просьба, если есть среди моих подписчиков, либо тех, кто меня сейчас смотрит, юристы, которые могут провести консультацию мне, потому что мне важно узнать, имеет он вообще ли такое право, эту справку мне сейчас не выдавать, как бы по генеральной доверенности. Для чего вообще доверенность оформляется, да. Это когда человек не может сам что-то сделать, он оформляет доверенность на доверенное лицо, да. И как бы там уже вот это доверенное лицо делает все сам. Но как просто это понимать, я не знаю. Тетя предлагает, другая тетя, да, предлагает, чтобы вот этот участковый написал письменный отказ. Если он начнет отмазываться от письменного отказа, значит, что-то там неладное, да. Вот, потому что с письменным отказом можно там хоть как-то через суд как-то как-то вот эти вопросы решить. Ну, вообще, конечно, в идеале мне было бы с ним созвониться. В общем, мне нужна консультация юриста. Если есть у меня юристы, девочки, напишите мне, пожалуйста. Мне нужно этот момент узнать. И вообще, кто-нибудь при оформлении квартиры, да, вот когда брали вот эту справку участкового, делали бы через какое-то доверенное лицо. Потому что он говорит, я могу максимум, если не ей выдать эту справку, то ее мужу. Но мужа-то у меня нету, мы уже официально как бы с ним развелись. Поэтому тоже как, мужу тоже выдать он не сможет. Что в этом случае делать? Я не знаю. Вот, меня вставило это в ступор и постоянно вот эта головная боль. Вообще, почему я не снимала? Потому что вот эти все какие-то мелкие проблемы, они как бы накопились. И ты постоянно в этих всех проблемах мелких. И не хватает ресурса на YouTube. Просто потому что постоянно и вечно какие-то переживания в тебе, постоянно какие-то мысли лишние. Вот, поэтому с этой квартирой сейчас, конечно, вопрос очень жестко встал. Квартиру оформлять, конечно же, надо. И ехать сейчас в Якутск, тратить туда тысяч сорок. Просто у меня нет таких денег сейчас, такой возможности. Представляете, да, что настолько я погрязывала в долгах, что я даже думала насчет продажи YouTube. Вот, просто я не знаю, как быстро появился бы у меня покупатель. Если бы появился, я, может быть, продала бы этот канал и создала бы просто новый, снимала бы на и новый. И просто мне стало бы легче погасить вот эти все долги. Даже были такие мысли. Поэтому как бы я с YouTube сейчас в последнее время вот так, в контрах, в мыслях своих плаваю. Так что не обижайтесь, что вот так пропадаю. И это не специально. Это все вот шло своим чередом, как бы, да, и просто ресурсов моих неморальных никаких не хватало. Собственно говоря, и все. У нас сейчас отключили интернет. Как интернет включат, загружу вам видео. Пишите вообще, кто скучал по мне. Кто не скучал, кто ждал, кто не ждал мои видео. Потому что, знаете, когда вы пишете комментарии какие-то приятные или там, не знаю, поддержку, да, какой-то элементарный стимул появляется для вас снова и снова что-то снимать, где-то что-то стараться, что-то делать. А когда особо никакой удачи нету, то и, знаете, желание тоже прокладает что-то делать. Кажется, что-то вообще никому не надо. И зачем вообще стараться, для чего. В пустоту, в воздух, тоже не хочется тратить свои силы. Вот, поэтому я с вами на этом прощаюсь. Всем пока. Ас-салам алейкум. И до новых видео. Люблю вас очень, очень скучала. Крепко вас обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok